Привет, друзья! Вы на канале Звук в руках, с вами я, Лёха Избау, и сегодня мы поговорим о том, как организовать свой концерт. Как вы понимаете, речь пойдёт о группах начинающих, которые пока что не собирают большие залы, у которых всё ещё впереди. Возможно, это ваш первый концерт, возможно, у вас уже был концерт, и он прошёл как-то не очень хорошо. С точки зрения организации сегодня я дам советы именно тем, кто только начинает свой путь в концертной деятельности. Ну и с чего стоит начать? Это клуб, то есть место, где будет проходить ваш концерт. Я живу в Москве, поэтому я буду объяснять и рассказывать на московских реалиях, но по моей практике в других городах всё происходит примерно так же, просто цены пониже. Первым делом я бы советовал вам лично сходить в тот клуб, где вы собираетесь организовать свой концерт, посмотреть, как там всё устроено, посмотреть, как работает бар, где люди могут стоять, где сидеть, легко ли до него добраться, какой там звук, по возможности прийти на какой-то концерт. Если клуб небольшой, то, скорее всего, концерты там недорогие, или вы можете связаться там с арт-директором клуба и попросить пустить вас бесплатно. Но лично побывать в клубе, лично посмотреть, как там всё устроено, и послушать, как там звучат группы, это очень важно, потому что на сайте или там в группе ВКонтакте может быть одна информация, райдер, всё это может не соответствовать действительности. Очень важно побывать в месте вашего будущего концерта лично и понять вам лично самому, нравится это место или нет, удобно до него добираться или нет, пришли бы вы в него или нет. Потому что, конечно, друзья, очень важно, чтобы вашим слушателям на вашем концерте было комфортно, чтобы им понравилось, у них остались приятные впечатления, и они ещё раз пришли. Итак, после того, как вы выбрали клуб, побывали в нём лично, вам всё понравилось, вам нужно связаться с тем, кто ответственен за мероприятие. Обычно такая должность называется арт-директор или организатор, но это должен быть человек, который является сотрудником этого клуба по возможности. Часто бывает такая ситуация, что человек в клубе официально там нетрудоустроен, но вам нужно именно найти того человека, который на постоянной основе занимается организацией мероприятий в этом клубе. То есть вам не подходит человек, который иногда там делает концерты. Почему? Потому что, друзья, во-первых, человек, который там постоянно работает, он сможет более оперативно и более правдиво и точно ответить на ваши вопросы и помочь вообще с организацией мероприятия. Во-вторых, он, скорее всего, будет на месте во время вашего концерта, если произойдёт какая-то нештатная ситуация, он сможет вам помочь. Ну и в-третьих, с таким человеком, скорее всего, вы сможете подписать какой-то договор. Многие концерты на таком любительском уровне проводятся на основании устной договорённости. И в принципе это нормально, в этом нет ничего страшного, потому что, ну, тусовка не такая большая, все всех знают, и если кто-то начинает кидать людей, конечно, это быстро всплывёт и испортит его репутацию. Поэтому, если у вас мероприятие до 100 человек, вполне допустимо договориться на словах, но я всё-таки советую подписать небольшую бумажку. Вы можете составить такой импровизированный договор самостоятельно, что там нужно указать? Вас и человека, который будет ответственным за проведение мероприятия. Нужно подписать просто, что в такую-то дату, по такому-то адресу, в таком-то клубе будет проходить концерт такой-то группы, вы вот являетесь, значит, арендатором, этот человек является ответственным, и вот, значит, там. Если у вас какие-то финансовые условия, об этом мы поговорим чуть позже, оговорены их прописать, что в случае, значит, там отмены, возвращаются предоплаты и так далее, подписать эту бумажку и оставить её себе. Скорее всего, любой нормальный человек без труда согласится её подписать. Если же речь, друзья, идёт о каких-то более-менее крупных мероприятиях, ну, с явкой, скажем, хотя бы от 200 человек, то я рекомендую в любом случае заключать письменную договорённость, потому что суммы за аренду помещений, где проводятся концерты от 200 и более человек, уже, в принципе, солидные, и если вдруг что-то произойдёт непонятное, ну, вы можете попасть на достаточно большие деньги. Поэтому, когда концерт более-менее большой, я крайне рекомендую все договорённости фиксировать на бумаге. И при этом я хочу заметить, что вам не нужно обращаться к какому-то адвокату или идти в какую-то контору, вы просто можете в свободной форме составить договор или посмотреть какие-то обланки договоров в интернете, и это, в принципе, будет достаточно, чтобы потом этим документам угрожать и говорить, что вы обратитесь в суд и в полицию. Забегая наперёд, я вам скажу, что вы ничего не отсудите, но бумажку лучше иметь. Итак, что же стоит обсудить и о чём стоит договориться перед заключением договора? Друзья, скорее всего, вас попросят внести некоторую арендную плату за аренду площадки. Если мы говорим о небольших клубах, скорее всего, сумма будет в районе от 5 до 15 тысяч рублей. Некоторые клубы соглашаются даже и, в принципе, бесплатно за процент от входа. Но эта схема, на мой взгляд, немного странная, потому что, как правило, потом начинают всплывать какие-то недопонимания, что за процент, а как продавались билеты и так далее. Я рекомендую всегда договариваться на какую-то фиксированную сумму, 5-10 тысяч рублей, например, половина предоплачивается, половина в день концерта отдаётся или полностью предоплачивается, вы забиваете дату, эта дата ваша. О чём стоит обязательно договориться ещё? Вам нужно обязательно обсудить, во сколько начинается саундчек, то есть в какое время вы можете приехать на площадку и начать проводить саундчек. Вам нужно обязательно обговорить технический райдер, что есть в клубе, что вам нужно привозить, что платно, что бесплатно. Очень многие площадки сейчас стали практиковать такую вещь, что аренда площадки, например, стоит 5 тысяч рублей, и кажется, что это очень дёшево. Но если вы хотите использовать какое-то оборудование, типа барабаны или комбик, то с вас ещё 10 тысяч. Это обязательно нужно обговорить заранее и, соответственно, решить, вам дешевле привезти своё или заплатить за клубное, или клуб предоставляет всё это бесплатно, и вы можете этим воспользоваться. Также обязательно обсудите, кто будет стоять на входе и контролировать билеты. Обсудите систему продажи билетов в день концерта, то есть клуб возьмёт это на себя, или вам надо самостоятельно это организовать. Это важный момент. И обсудите также, кто будет звукорежиссёром, стоит ли это что-то дополнительно, или звукорежиссёр местный как бы входит в стоимость аренды. И обязательно поговорите про бар, потому что не секрет, что основной заработок клубов – это бар, продажа на баре. И если группа делает хорошую продажу в баре, то, как правило, клуб на этом зарабатывает основные деньги, а не на аренде. И имеет смысл, особенно если мы говорим не о Москве, имеет смысл поднять эту тему и спросить, например, что будет, если мы приведём в ваше маленькое заведение 80 человек, и они все будут кушать и пить. Давайте сделаем тогда аренду бесплатно, если, допустим, придёт столько-то человек, и будет такой-то чек по бару. Но тут, друзья, тоже есть такой момент. Клубы обычно любят перевести разговор в русло выручки бара. Типа, если будет 50 тысяч в выручку, тогда мы вам скинем половину аренды. Вы никак это не проверите. Вам никто не покажет никакие документы закрытия смены и так далее. Поэтому желательно постараться договориться просто по явке людей. Ну, то есть, например, скажите, давайте так, будет больше 50 человек, и если они будут кушать и пить, то есть им будет не по 12 лет, а хотя бы по 20, всё, вы тогда нам, например, половину аренды убираете или вообще делаете её бесплатной. Это абсолютно нормально. Здесь главное не бычить, а аккуратно подойти к вопросу и просто спокойно поговорить с человеком. На моей практике такое часто срабатывает. Особенно, я повторюсь, не в Москве. Если народу пришло много, бар сделали, ну, какая аренда? Всё хорошо, заведение отработало. Потому что, я повторюсь, маленькие концерты очень часто проходят не в формате конкретно концертных площадок и клубов, а в формате каких-то клубов-баров, клубов-ресторанов и так далее. И основная деятельность этих заведений – это продажа еды и напитков, а не сдача своей сцены в аренду. Поэтому не стесняйтесь спросить. Итак, вы договорились с клубом, арендовали помещение, заключили договор, устный или письменный, внесли предоплату. Что следует сделать далее – это, конечно же, организовать продажу билетов. Ну, не секрет, что сейчас есть много сервисов онлайн-продажи билетов. И я, друзья, вам однозначно рекомендую воспользоваться этими сервисами, потому что это очень удобно. Это позволяет рекламировать ваш концерт не просто как мероприятие, а сразу же предлагать людям купить билет. Вы можете придумать какие-то акции, стимулирующие розыгрыши. Например, сегодня в честь пятницы два билета по цене одного, или первые 30 билетов на 200 рублей дешевле и так далее. Это все помогает вам продать побольше билетов заранее. И что самое важное, как правило, если человек уже купил билет на ваш концерт, он на него все-таки пойдет. А если вдруг он не может пойти, вполне вероятно, что он не будет заморачиваться с возвратом денег. Поэтому, друзья, не игнорируйте такую возможность. Да, я знаю, что во многих городах в глубине России люди неохотно покупают онлайн-билеты, и во многих городах действительно до сих пор люди ходят, просто приходят в день концерта и покупают в кассе клуба. Но если вы на 100% уверены, что в вашем городе только такая система работает, и онлайн не продается вообще, ну, ради бога. Но по моей практике все-таки уже в большинстве крупных, как минимум, городов онлайн-продажи работают очень хорошо. Что надо знать о сервисах онлайн-продажи? Первое, это то, что вам придется зарегистрироваться там заранее, то есть вы не сможете прям быстро-быстро что-то сделать и начать продавать билеты. Как правило, нужно предоставить какие-то документы, подписать договор, подождать какую-то там модерацию и так далее. Вот. То есть все, не делайте ничего в последний момент, подходите к этим моментам обязательно заранее. Значит, сервисы берут свой процент. Вам нужно это заложить в маржу вашего мероприятия. Обычно там 5-10% это деньги, которые заберет сервис. Дальше, друзья, интересный вопрос, который касается налогов. Многие его задают, потому что, насколько мне известно, до недавнего времени или сейчас тоже с большинства этих сервисов можно было просто вывести деньги как физлицу. И, соответственно, вам на карточку, грубо говоря, придут деньги и все. Сервис в данном случае совершенно чист, потому что он деньги собрал, но в данном случае он выполнил роль, грубо говоря, эквайринга. То есть он собрал деньги с людей и передал деньги вам по договору. А налог он платит только с вот этих 50% своей комиссии. И данный налог – это правоотношение исключительно между налоговой и вот этим вот сервисом. Но деньги, которые перешли от сервиса к вам и которые не были обложены налогом, по закону, конечно, с них тоже должен быть оплачен налог. Если вы не зарегистрированы никак, то вы должны оплатить это как 13% по доходным налогам. Сходить в налоговую службу, взять декларацию, заполнить все и оплатить. В этом случае ваша совесть будет суперчиста. Если вы индивидуальный предприниматель, то вы можете провести это по упрощенке как 6%. То есть в данном случае вы с полученных от сервиса денег должны оплатить 6%. Но, друзья, если вы собираете до 200 человек, я не рекомендую этим заниматься, потому что вероятность, что налоговая спросит с вас за эти деньги, она примерно нулевая. Я сейчас не кривлю душой, говоря, что она примерно нулевая. Она реально примерно нулевая, потому что налоговые суммы в 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 тысяч рублей не интересны вообще. У них нету человеческого ресурса на то, чтобы проводить проверки по таким незначительным суммам. Все вот эти байки в интернете, то, что банки отправляют все сведения в налоговую, налоговая автоматически, это все неправда. Если вам интересно, ставьте в комментариях, оставляйте комментарий, что вам интересна эта тема. Я с этой темой супер не понаслышке знаком. Если вам интересен вот этот момент налогов, взаимодействия с налоговой, музыки, заработков и так далее, напишите комментарий. Я сниму про это видео, я супер изучал эту тему, я общался и с инспекторами, и с бухгалтерами, и сам я индивидуальный предприниматель. У меня огромный опыт, я вам все подробно расскажу. Но сейчас такая краткая формулировка. Если ваш доход от концерта составляет менее 500 тысяч рублей, вообще забейте болт, выведите эти деньги себе на карточку, снимите их налички в банкомате, и забудьте вообще об этом думать, никто к вам не придет. Следующий момент, друзья, очень важный, и он касается вашей прибыли, потому что делать концерты без прибыли, конечно, это очень по-рокерски, но на практике это, к сожалению, так себе, потому что деньги нужны на все, на перевозку, на покупку оборудования, покупку струн, концертной одежды и так далее. Короче, деньги нужно зарабатывать на концертах, и суперэффективный способ заработка денег на концертах, это, конечно же, продажа мерча. Сейчас не будем касаться темы того, как печатать мерч, где, сколько он должен стоить, тыра-пыра. Давайте поговорим конкретно о продаже мерча на концерте. Друзья, вам нужно понимать, что, во-первых, должен стоять стол с мерчем. Этот стол должен быть на очень видном месте, его должно быть сразу видно, как только человек входит в помещение, он должен быть подсвечен, там должен стоять человек, этот человек должен знать, что сколько стоит, где какие размеры лежат, и у этого человека обязательно должен быть возможность перевести ему деньги по Сбербанку онлайн, и у него должны быть мелкие купюры для того, чтобы давать сдачу. Обо всем этом нужно позаботиться заранее. Все, что я перечислил, обычно не делают люди, и поэтому все это решается как-то в последний момент, я в том числе так часто решаю эти вопросы, стоит в углу какая-то сумка, там стоит какой-то чувак, у которого нет ни телефона, ни 500 рублей сдачи, и вы продаете 2-3 футболки. Продавать мерчи надо много, надо стараться это делать, надо делать классную мерчагу, сейчас у всех есть фотошоп, это несложно, и чтобы продать мерчи много, вам нужно заранее обязательно позаботиться о том, как это будет происходить. Поэтому поговорите с ответственным лицом в клубе, как у них это обычно происходит, где вы можете поставить стол, будет ли розетка, будет ли лампочка и так далее, это очень важно. Также, друзья, вещь абсолютно мне непонятная, некоторые клубы, не предоставляя своего, так скажем, человека, который будет мерч реализовывать, просят процент с продажи мерча. На мой взгляд, это очень странно, на мой взгляд, это совершенно непонятно и необъяснимо, и в таких случаях, если меня ставят по факту перед таким условием, я в конце говорю, ну, сумму продажи мерча в 5 раз меньше, да, то есть, там, они говорят, нам 5% с ваших продаж, я продал на 50 тысяч, говорю, ну, мы наторговали на 10 тысяч, вот ваши 500 рублей, спасибо, всего хорошего. Ну, потому что проверять, сколько вы продали, никто не будет, и это вообще очень странное условие. Вот, обычно все-таки такое условие не ставится, или если ставится, то клуб предлагает своего человека, который будет продавать мерч. Обычно это здоровское решение, вам не нужно ставить какого-то своего неопытного друга, а вы поставите человека, который профессионально торгует мерчом, у него будет процент с продаж, соответственно, он будет замотивирован, ваш мерч здорово, круто продать, соглашайтесь, ставьте, но только посмотрите, чтобы, ну, типа, он был нормальный, и он реально торговал. Не стесняйтесь, если вы видите, что человека нет на месте, или он, ну, как-то плохо предлагает, ничего не знает, не стесняйтесь подойти и сказать, слышь, братан, чё тут херово работаешь, давай работай нормально, или сейчас там пойдёшь в задницу, я буду сам тут. Также нет ничего зазорного в том, чтобы самому встать за прилавок с мерчем, и пока люди заходят, со всеми сфоткаться и привлечь их внимание к столу с мерчем, чтобы они его купили. Это супернормально, и ещё обязательно во время концерта сделайте несколько объявлений со сцены о том, что можно купить ваши футболки, диски, брелки, значки, флешки с эротическим контентом и так далее. Следующий пункт, друзья, очень сложный, это звукорежиссёр. По моей практике большинство звукорежиссёров в маленьких клубах, маленьких концертных площадках, они всё-таки не профпригодны. Без обид кому-либо, но в таких заведениях работают либо звукорежиссёры с очень маленьким опытом, и, как правило, они просто не знают, как настраивать звук, и звук на всех их концертах одинаково плохой. Либо работают звукорежиссёры, которым на всё насрать, они уже отчаялись, устали, и им просто наплевать на то, как вы прозвучите. Поэтому, друзья, я всегда, если вы хотите своим слушателям подарить радость и удовольствие от вашего концерта и сделать хороший звук, я всегда советую нанять звукорежиссёра. Только, друзья, это должен быть не какой-то друган, который два раза в жизни видел пульт, это должен быть действительно профессиональный звукорежиссёр. В Москве профессиональный звукорежиссёр за один вечерний концерт, такой вот небольшой, где ему не надо привозить какое-то своё оборудование, нужно просто приехать самому и настроить звук, такой звукорежиссёр возьмёт от 5 до 10 тысяч рублей. Если вы собираете хотя бы 50 человек, я думаю, это оправданно. В других городах это может стоить 2-3 тысячи рублей, ну, может, до 5. Вот, друзья, это очень важно, потому что если человек профессионал, это его работа, и вы ему платите за конкретное мероприятие, скорее всего, он постарается и сделает хороший звук. Как найти хорошего звукорежиссёра? Я думаю, что всё-таки желательно это сделать по каким-то знакомствам, связям, поспрашивать, узнать или вспомнить какой-нибудь концерт, где был хороший звук, и навести справки, кто его строил. Ну, в общем, найти концы несложно. Все звукорежиссёры, которые работают на концертах, они заинтересованы в том, чтобы получать работу, и, соответственно, их контакты обычно доступны, и они открыты к сотрудничеству. Бронировать звукорежиссёра советую не позже, чем за месяц. И вдогонку к предыдущей теме это оборудование. Как я уже сказал, нужно прийти в клуб, нужно посмотреть, что там реально есть, потому что райдер на сайте или в группе ВКонтакте, он часто не совпадает с тем, что есть в действительности. Оценить состояние аппаратуры, понять, вас это устраивает или нет, достаточно ли вам того, что там есть, если недостаточно, арендовать или довести своё. Посмотрите, сколько директ-боксов, посмотрите, сколько входов на сцене, посмотрите, сколько линий мониторинга, какие барабаны, в каком состоянии их пластики, что за комбики, звучат они или не звучат, есть ли микрофоны подзвучки, что за пульт, все эти моменты, что за парк микрофонов. Все эти моменты нужно обязательно уточнить заранее и, как я уже сказал, что вам не хватает, привести. Если вы ничего в этом не понимаете, передайте эту информацию вашему звукорежиссёру, он скажет, чего недостаточно, что нужно где-то, значит, надыбать и привести с собой, чтобы результат улучшился. К сожалению, в клубах небольших очень часто оборудование невысокого уровня и его не хватает. К счастью, уже прошло время аналоговых пультов и в большинстве клубов пульты цифровые стоят. Это супер круто, но это не всегда происходит и иногда всё-таки там стоят супер трэшовые пульты. Вот, поэтому нужно всё это прочухать заранее и максимально подстраховаться. Ну и последний, наверное, совет, друзья, это ещё раз уточните время саундчека, когда вы можете приехать на площадку и начать настраивать оборудование, проводить саундчек. Это супер важно сделать. Супер важно сделать это заранее, чтобы не ездить по ушам вашим уважаемым слушателям. В идеале саундчек заканчивается за 15 минут до открытия дверей клуба. Люди заходят, всё уже стоит на сцене, звук настроен, люди рассаживаются за столики, покупают в баре пиво, короче говоря, имеют кайф, расслабляются, звучит приятная фоновая музыка, вы им вот этим бочка, спасибо, малый, вы этим, короче, им... Блин, слушайте, я анекдот, короче, на эту тему вспомнил. Лежит, короче, звукорежиссёр дома на диване, и на кухне жена молотком делает этот бивной, такой... Он лежит, лежит просто с... Тут она раз, перестала. Он такой, спасибо, теперь малый. Вот. К чему я это... Отчекаться нужно заранее, всё проверить. И почему я на этом настаиваю? Вам нужно знать точно, во сколько откроют двери, чтобы вы могли внести оборудование, и во сколько придёт местный звукорежиссёр, чтобы он вам включил оборудование. Обычно это не одно и то же время. И нужно этот момент прояснить, уточнить, и чтобы всё было чётко по графику. Друзья, на этом мои советы всё. Вроде бы я всё охватил. Если чего-то я забыл, пишите в комментариях, отвечу вам в комментах, мне несложно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это очень помогает развитию канала. Алгоритмы Ютьюба продвигают его в рекомендованные, растёт число подписчиков, а меня это очень стимулирует делать новые видео. Всё, всем хороших, удачных концертов, тема, если интересная, пишите ваши вопросы, сниму какие-то дополнительные видосы. Ну и на сегодня всё. С вами был Лёха Избау. Пока-пока, до новых встреч. Но подстраховаться... Мои ебанутые соседи решили передвинуть свой шкаф с гантелями только что. Я прошу прощения за испорченный дубль, я сейчас начну сначала. Что это? Что это?